МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таков результат голосования, который состоялся сегодня в Национальном собрании Армении. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что у Армении есть новый премьер-министр. Это Никол Пашинян. Фактически правящая республиканская партия отдала 13 своих голосов в пользу кандидатуры Никола Пашиняна. Напомню, 1 мая в ходе голосования парламентское большинство проголосовало против кандидатуры Пашиняна. Однако на этот раз депутаты все же обеспечили необходимое количество голосов. Мы создадим народное единство, основанное на превосходстве права и закона. Все люди равны перед законом. Итоги выборов отныне не будут подтасованы. Людям не будут раздавать взятки для покупки голосов. Искусственных монополий не будет. Каждый сможет заниматься бизнесом, который ему по душе. Революции любви и всенародного согласия. Так в своей речи в парламенте кандидат в премьер-министр Никол Пашинян назвал то, что произошло в Армении. Он отметил, что после того, как протестному движению удалось совершить революцию без капли крови, рейтинг Армении как демократической страны сильно возрос. Своей речи он отметил почти, коснулся свыше 30 сфер деятельности внешней и внутренней политики Армении, экономики, социальной и культурной жизни. Он особенно подчеркнул, что армяно-российские стратегические отношения выйдут, получат новый импульс для развития. Еще утром жители региона в автоколоннами приехали в Ереван, украсили свои машины армянским триколором. В прямом эфире на мониторах, которые установлены на площади республики, они следили за ходом выборов. И сейчас на площади республики десятки тысяч сторонников Никола Пашиняна. Они с нетерпением ожидают, когда же новый премьер-министр придет к ним из национального собрания и вместе они отметят сегодняшнюю победу. Татьяна. Благодарю вас. На прямой связи с нами была наш корреспондент Ирина Мкручан из Еревана.